Строящиеся объекты Северной Осетии вновь под пристальным контролем премьеры республики. Таймур Астускаев вместе с профильными министрами проинспектировал социально значимые стройки. Увиденным остался доволен. Выяснилось даже, что некоторые объекты планируют сдать даже раньше сроков. Как идут работы на местах в репортаже Карины Гигалаевой. Работы в противотуберкулезном диспансере не прекращаются ни на день. Премьер Таймур Астускаев и глава Минздрава Михаил Ратманов побывали в первом корпусе, основном. В него входит несколько отделений, среди них и детская. Сейчас здесь идут облицовочные работы. Специалисты говорят, практически полностью готовы два корпуса – мужской и женский. Они для тяжелобольных. По словам подрядчика, к возведению объекта привлечено около 400 человек. Его планируют сдать к концу года. Облицовочные работы – это включает в себя устройство перегородок, малярные работы, плиточные работы, параллельно идут со всей работой. С современными материалами параллельно идет система отопления, у нас монтируется. Дальше – объекты образования. Их премьер проинспектировал вместе с министром образования и науки Ириной Азимовой, а также с главой администрации города Борисом Албеговым. Первый объект – детский сад в 18-м микрорайоне. Он рассчитан на 280 мест. Здесь будут пять современных корпусов – спальные и игровые. Построят и бассейн. По плану работы должны завершить в феврале. Но подрядчики говорят – к концу года все будет готово. В таком же быстром темпе идут работы в новой школе в 12-м микрорайоне. Он рассчитан на 500 мест. Уже перекрывают второй этаж. А в центральном блоке началась кладка третьего этажа. Таймур Астускаев также лично проверил готовность школьных спортзалов Мичурина, Мастер-Дахи и Фарни. Следующая точка – дорога Кадгаром-Берокзанг. Здесь, к примеру, встретил председатель дорожного комитета Тарьель Солиев. Он пояснил – часть ремонтных работ на участке в 6 километров завершена. Скоро поставят знаки. Общая длина дороги – 17 километров. Полностью она будет готова в 2020 году. После ремонта движение по ней станет гораздо быстрее. Будут сельхозкульптуры по обочинам и убирать меньше надо. Да, и нам тоже это, конечно, обслуживать вернее. Дальше по маршруту – Иравский район. Посмотрели, как идут работы на участке автодороги Чикала-Мацута-Куама-Арт. Напомним, после сильных проливных дождей дорогу буквально разорвало на части. Грунт просел на 4 метра. Из-за риска повторного оползня работать долго не начинали. К ним приступили только две недели назад. Практически все земляные работы по устройству полки дороги уже завершены. И мы приступаем, наверное, завтра уже приступаем к отсыпке земляного основания. Мы устроим основание и будет организован проезд. Ну а также и силовое ограждение, и дорожными знаками обставим весь участок дороги. После Мацута в Чикалу здесь, на улице Фадзаева, тоже ремонтируют дорогу. Ее протяженность – полтора километра. Скоро начнется укладка асфальта и бортового камня. Подрядчики говорят, до конца года дорога будет готова. И не только она. В то же время планируют сдать участок дороги в селе Ставдорд Кировского района. Его протяженность – 6 километров. Работы идут ежедневно. Теймур Астускаев подробно осмотрел каждый пункт. По его словам, состояние дорог в приоритете. Дорожное строительство, безусловно, важнейший фактор, важнейшие условия для развития экономики. Техника дорожная работает с соблюдением всех требований безопасности. И через неделю мы обеспечим безопасный проезд для туристов и, самое главное, для граждан нашей республики, живущих в этом ущелье. Глава Кабмина пообещал, все объекты по-прежнему останутся на строгом контроле, чтобы все было выполнено в срок. Карина Гигалаева, Алан Суанов, Новости Осетии.